Итак, добрый день еще раз, уважаемые слушатели канала «Сангельс». Мы продолжаем говорить про 2024 год. Если сказать метафорически, то наступает время социального баланса и роста. И можно сказать, что идет и будет идти в 2024 году моделирование сюжета «Социальный лифт вверх». Для кого этот год особенно важен? Этот год, 2024, будет наиболее важен для людей, рожденных 8-30 числа. И здесь проявится ваша родная ресурсная энергия, вашего прошлого жизненного опыта в том числе. Подчеркну, ресурсная энергия. То есть вы только распаковывать можете. Вы можете реализовываться в этом году то, что не смогли, например, по каким-то причинам раньше. То есть обязательно этот год для себя возьмите на заметочку. И прямо постарайтесь все возможности, поступающие в вашу жизнь, не упустить, а использовать на максимум. Дальше. Для кого еще важен? Для людей, рожденных в августе. Но вам предстоит пройти уроки года через повторение каких-то непройденных уроков жизни. Здесь вам дадут время и возможности на пересдачу. И через кармические аспекты в том числе. Но об этом я говорила в предыдущем видео. Далее для кого важен? Для молодых людей, родившихся в 2006-2015 году. И вот этот вот год, предстоящий 24-й, даст замечательную возможность пройти задачи года и сдать их на пьерочку. Так называемые, ну, в вашей позиции проявится восьмерочка. Это позиции экзамена года. То есть это то, по какой энергии нас в конце года будут экзаменовать. То есть как мы прожили этот год, с нас спросят в конце года. Скажут так, 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 насколько мы все поняли, что высшие силы от нас ждали. И насколько мы вообще готовы, вытянули билетик на экзамен, насколько мы готовы по нему отвечать. И еще перечислю даты отдельные, да. Потому что особенно серьезно к темам года 2024-го нужно отнестись людям, рожденным 7 и 29 января, 6 и 28 февраля, 5 и 27 марта, 4 и 26 апреля, 3 и 25 мая, 2 и 24 июня и 1 и 29 июля. Вам предстоят делать, знаете, такие двойные усилия. И тогда, если вы не просто, ну, например, возьмете для себя какую-то аскезу, вставать на 15 минут раньше, для того, чтобы немножечко привести в порядок ум, чуть-чуть делать зарядку, помедитировать, может быть, да, кому что нравится. Но это будет как аскеза, как усилие на то, чтобы прожить день ресурсно. И если обычному человеку следует брать аскезу, например, ну, какую-то свою особую, то когда восьмерка стоит вот так, как стоит у людей, рожденных вот в эти тысячи даты, она здесь немножко по-другому стоит, в более слабой позиции. И для того, чтобы вам пройти ресурсно все задачи года, вам необходимо предложить усилий чуть больше, поэтому я говорю, в бойне усилия. И тогда год вас отблагодарит многими плюшками, подарками, и вы прям себя будете хвалить и радоваться всеми. Ну, конечно, я назвала не всех, у кого особый акцент на этот год, потому что если построить личный портрет, видно, что у кого-то восьмерка в позиции сверхпотенциала, это прям такой кармический потенциал, до которого не так просто добраться, но который раскрывает, настолько раскрывает возможности, что человек даже порой не подозревает, что у него все это есть и что он на это способен. Для кого-то реализация призывания на этот год, в этой позиции заложена восьмерочка, у кого-то эта восьмерка означает замужество или какие-то серьезные сделки, но об этом я тоже касалась в предыдущем видео. И так или иначе, вот эти нюансы, это уже, конечно, разборничные карты, и здесь по-быстрому не описать, но это все можно или на обучение, или на консультации пройти и увидеть. Что я хочу сказать по поводу энергии экзаменатора. Вот архетип правосудия, да, справедливость для каждого из нас. Ну, в программе «Психологические портреты от личности» курс тоже в записи есть, да, и здесь есть много-много разных таких надстроек еще на этот курс, таких квалификаций, да, вот, скажем, квалификаций, то есть углубления, усиления, погружения в год. И одна из них, это так называемые программы, вот их 22, и одна из них называется как раз программа внутренней гармонии. То есть мы рассматриваем дату рождения человека, заточенную под вот эту энергию, как раз под архетип правосудия. И я предлагаю, сейчас зачитаю вопросы, которые перед каждым станут, а здесь уже касается абсолютно всех, потому что такая программа есть у каждого из нас, и вот данные вопросы я предлагаю записать и позадавать себе в течение всего времени или время от времени задавать, да, например, там, на тех же реперные точки, которые будет год нам предоставлять, ну, как минимум на волонье-полнолонье, и так отслеживать, да. Вот я сейчас эти вопросы перечислю. Первое. Что лежит в основе моей внутренней гармонии? Спросите себя, пожалуйста, чем я могу себя уравновесить с тем, чтобы быстренько привести себя, свой ум, свой внутренний мир в порядок? Дальше. На чем я должен основывать свое душевное спокойствие? Какой фактор мне позволяет это делать? Или что у меня есть из наработанного опыта, которые, какие действия возвращают меня вот в это состояние умиротворения тем, чтобы я холодной головой спокойно мог решать свои любые задачи, социальные, личные и так далее. Далее. Третий вопрос. В чем суть моей внутренней гармонии? Четвертый вопрос. Что больше всего мешает моей гармонии? Пятый. Какова моя сила духа? И шестой. Что дает миру моя внутренняя гармония? То есть мир, он гармоничен, мир уравновешен. И мы частички этого мира. Так вот, что всему общему миру, да, который гармоничен, как мы можем уравновешивать лично мы вот эту общую мировую гармонию? Конечно, если смотреть портрет, как я уже сказала, под каждый из этих вопросов ляжет расчет, или появится архетип определенной энергии, которая подсветит ответы на данные вопросы. Но если расчет не делать, то можно спросить себе голос сердца, да, интуицию, и сердце, оно всегда скажет правду. Все как любит правосудие. И зная и понимая законы Вселенной и причинно-следственных связей, исследуя им, мы способны нанести ясность в любую ситуацию, разобраться в истинных причинах возникновения событий, поддержать, помочь тех, кто обратился к нам за помощью. А за помощью обращаться будут. Особенно люди, которые занимаются, скажем, нумерологией. Восьмерочка – это вообще один из символов нумеролога, да, архетипических символов нумеролога. Вот если двоечка – это про таро-нумерологию, и нумерологию в том числе, то восьмерочка – это про все специальности, если выбирать специальности, да, это бухгалтерские, специальности, юридические, я уже сказала. Это все, что касается помощи людям, социальные какие-то проекты, это точные науки все. То есть все сюда. Вот. И важно помнить, что наши собственные законы работают совокупственностью с общественными и божественными законами, но никак не противоречат им. Поэтому мы следим за своими мыслями, анализируем то, что думаем, фильтруем и занимаемся самоедством. Это важно. Не кофе – негатив. И я хочу сказать, как выглядит энергия в балансе, в недоборе и в переборе, так называемом. То есть баланс – это золотая середина, это понимание, что такое справедливость с точки зрения социальных правил, кармических процессов. Это внутренняя наша справедливость, опоры на факты, на анализ. Это наша социальная активность обязательно. Здесь дома нет сидеться. Здесь работа с законом, судья, чиновники, бухгалтера, программисты, юристы. Если не хватает энергии, мы здесь видим, что нет социальных стандартов, а человек нарушает законы социума, отсутствие терпимости, овинение социума с законом других в своих бедах и неудачах, ношение в себе чувства вины и, наоборот, искать виноватых, увязывать в борьбе за справедливость в бесконечных судах и учить всех, как надо жить. А вот в переборе, когда много этого качества, то здесь есть баланс и есть две крайние составляющие. То есть нехватка энергии, и когда её слишком много, и она и сбалансирована совершенно. И в этом случае закон, что дышло, то и вышло, куда повернешь, туда и вышло. Бюрократизм, крючкотворство, хамство. Женщина, так называемая, кастрирующая своего мужчину, если эта энергия проявлена в женском портрете, а энергия, как я уже сказала, женская в следующем году. Для женщин это очень холодная, жёсткая энергия. Возможно, излишнее усердие, прям с пожелания, во что бы то ни было, доказать свою правоту. И также, поскольку кармическая энергия, то люди могут быть, если они живут вот так неправильно, то они могут быть подвешены излишнему травматизму. И опять-таки, можно спросить себя, вот чтобы этот маленький такой тест, как мы понимаем вот эту энергию в себя. Часто ли вы попадаетесь, когда вы обманываете? Любите ли вы спорить и доказывать свою правоту? Какая у вас профессия? Любите ли вы писать законы? Ну, писать законы в кавычках, конечно, да? Насколько для вас важно чувствовать справедливости? Легко ли вы принимаете решение? И обычно это в результате внезапного ившего желания или после некого анализа? Вы терпеливый человек? Замечаете ли за собой тенденцию объединять других в своих несчастьях? Вам легко нахранить, если кажется, что вам несправедливо? Или нелегко? То есть вы знаете границы и вы останавливаете людей, которые хотят по отношению к вам, например, быть несправедливыми. Подумайте, пожалуйста, над этим вопросами. На досуге найдите много ключей к разгадке этих кармических сценариев, своих сценариев личных. То есть мы такую подготовку небольшую ведем к теме следующего года, чтобы понимать, что от нас общество, собственно, будет ждать. Но в следующем ролике я расскажу тему, которую наше коллективное сознание будет формировать и предлагать нам для проработки в памяти Сан-Года с января по декабрь. Спасибо. 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 Спасибо.